Всем привет и слава Украине! Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и сегодня у нас особый гость, наверняка вам очень многим из вас знакомый, Юрий Жашкин. Здравствуйте, Юрий, очень рад вас видеть. Здравствуйте, Гелла, и героям слава! Юрий, ну конечно же я хочу с вами поговорить о Соединенных Штатах, естественно, хочу поговорить о ходе выборов и о том, что нас ждет дальше. Ну да, никто не ослышался, все, я думаю, понимают, что мы, которые живем за десятки тысяч километров от Соединенных Штатов, во многом очень внимательно следим за тем, что там происходит, потому что напрямую касается всего мира, и в частности такого, скажем так, нестабильного региона, хотя есть и понестабильнее, как Южный Кавказ. Итак, первое. Кто, по-вашему, победит на выборах США? Я считаю, что Дональд Трамп проиграет на выборах. Я думаю, это то, что главное, что я сейчас считаю. А кто будет от демократов, если это будет Джо Байден, то значит Джо Байден победит. Если это будет Камела Харрис, то это будет Камела Харрис, а если это будет кто-то другой, то это будет кто-то другой. Дональд Трамп является большой опасностью и одновременно слабым кандидатом. Его единственное, что ему сейчас для него большой плюс, это слабость его оппозиции и как слабо сейчас выглядит президент Байден. Но я думаю, что это связано с тем, что мы еще частично находимся в таком моменте календарном, когда у людей есть ощущение, возможно, справедливое, что есть еще возможность что-то поменять. Сейчас остаются считанные дни, недели, когда можно что-то сделать, и мы видим, что демократическая партия очень активно думает на эту тему, занимается этим, пытается выдавить президента Байдена из гонки. Но если он останется, то я думаю, в конце концов, американцы проголосуют даже за мертвого Байдена, чем за живого Трампа, потому что вопрос того, что нужно ли, чтобы президент был в состоянии проработать следующие четыре года. Это, когда мы смотрим и на Трампа, и на Байдена, мы понимаем, что достаточно сильный шанс, что ни один из них еще четыре года не проживет. Поэтому это не то, на чем мы базируем сейчас наше понимание, но на общем как-то состоянии президента или его оппонента. И в данном случае мы видим, что Байден состарился, но при этом угроза Трампа абсолютно не уменьшилась. Байден состарился, но угроза Трампа не уменьшилась. Напротив, Байден состарился, и поэтому, значит, угроза Трампа должна была вроде бы как по законам жанра увеличиться. Согласен. Когда выясняется, что шериф стар и не в состоянии с той скоростью, возможно, отреагировать на ситуацию, хотя на самом деле мы не знаем, и на самом деле это шериф не один. Он же не пытается состязаться ни с Дональдом Трампом, ни с Владимиром Путиным в стальной клетке. У них есть армии, администрации, люди, которые на них работают. Но поскольку это демократия, то у каждого из нас есть ощущение, что мы знаем, и мы можем решить, что мы решаем. И вот с разными результатами, что может произойти. Но, конечно, Дональд Трамп является большой угрозой, и тот факт, что на него было сейчас покушение, мне кажется, только подчеркивает для американцев ту угрозу насилия, которую несет его кандидатура. И попытки со стороны республиканцев, например, заявить, что это каким-то образом вина Байдена, вина демократов, напоминает, честно говоря, их попытки придумать то, что 6 января в Капитолии во время мятежа там были кто-то, кроме сторонников Трампа. Ну-а, никого там другого не было. Поэтому сейчас вот Трамп, это угроза порядку, это угроза, понимаете, люди могут быть против протестов черного населения, но они также помнят, что эти протесты были при Трампе, потому что он разжигает все конфликты. И вместо того, чтобы любую напряженность каким-то образом разрешить, он всегда ищет как бы полить бензин на любой огонь. И американцы это видят. И я думаю, поэтому американцы просто очень хотели бы иметь кандидата с другой стороны, в которого они могли как-то вот верить и чувствовать, что он их вдохновляет, или она их вдохновляет двигаться вперед. Видимо, это очень важная часть демократии. Давайте так, американцы бывают разные, как показывает социология, с разными позициями. Но все-таки, почему именно Трамп не должен проиграть, должен, как раз таки, вы сказали, почему Трамп должен проиграть. Но почему он проиграет? За счет чего он проиграет? За счет того, что более сильный кандидат против него будет выдвинут? Или за счет того, что у демократов более мощная там бигдата, технологии и так далее? То есть, истоки вашей веры в победу демократов на этих выборах. Верховный суд. Те решения, которые выносит Верховный суд раз за разом, ставят под угрозу то нашу демократию, потому что дает президенту невероятный иммунитет от криминальных обвинений, или, например, забирает у женщин право на аборты, то есть право делать со своим телом то, что женщины считают, они хотели бы сделать. И когда людям говорят про разные вещи, знаете, о, при Байдене так выросли цены, и после этого начинают перечислять цены на разные вещи, как будто это разные проблемы, а это все одна и та же проблема, это деньги, то поговорите с женщиной по поводу ее прав на телесную автономию по сравнению с тем, знаете, я не знаю, как на Кавказе, я на Кавказе, честно говоря, не был. Это вы зря, приезжайте обязательно. Я с удовольствием приеду. И, знаете, люблю общаться лично с журналистами, которыми встречаюсь вот по интернету, но с американками просто видно, что вот взгляд у человека, у женщины меняется, когда дело доходит до телесной автономии. Это так же, как во время ковида у нас всколыхнулось население частично, потому что они были против вакцинации, потому что они считали, что это вторжение в их телесную автономию. Поэтому такого типа момента и часть политической повестки может привести к очень сильным последствиям негативным для республиканцев, позитивным для демократов, даже до такой степени, что, например, в штате Флорида, где сейчас, с одной стороны, губернатор Десантис, республиканец, который хвалится тем, что он из Флориды сделал республиканский штат, а с другой стороны, там стоит сейчас в избирательном бюллетене поправка, кажется, к конституции, которая говорит о том, что у женщины есть право на распоряжение собственным телом, и таким образом это, возможно, поставит, может очень сильно навредить Трампу во Флориде, просто потому что вот столько людей придет и проголосует. Поэтому есть реальные проблемы, которые реально приведут избирателей на избирательные пункты, и после этого, потому что, конечно, выигрывает въявка, и поэтому то, что вы сказали про базы данных, да, все это важно, и микротаргетинг, и соцсети, которые будут, и уже рассказывают именно каждому человеку то, что этому человеку нужно знать, подгоняется реклама под каждого из нас, чтобы мы не видели неправильной рекламы, а мы видели только правильную рекламу. Да, это будут нас эксплуатировать просто для того, чтобы мы пришли и проголосовали. И мне кажется, что вот такого типа вещи приведут к тому, что Трамп потерпит поражение. Возможно, для некоторых, например, это будет мятеж 6 января. И опять же, Верховный суд сыграл здесь свою роль, потому что многих мятежников теперь нельзя обвинить в том, что они нарушили проведение официального заседания, потому что Верховный суд сказал, что, кажется, нельзя использовать этот закон в такой ситуации. То есть Верховный суд решил начать играть очень активную роль, противопоставив себя, ну, здравому смыслу и здравому разуму. И мне кажется, что вот просто как человек, который находится в Соединенных Штатах, мне кажется, это играет очень сильную роль на том, чтобы привести избирателей на выборы, чтобы они проголосовали против Трампа и за демократического кандидата. Проблема для демократов и вообще для оппозиции Трампа – это не только кто кандидат у демократов, а еще все третьи партии. Потому что, например, Хиллари Клинтон проиграла Трампа в 2016 году в моем штате Висконтин, где я живу, примерно на 20 тысяч голосов. А потом Джо Байден выиграл примерно в этом же штате у нас в Висконтине на те же где-то 20 тысяч голосов. Поэтому это будет очень близкое противостояние. И противостояние в Соединенных Штатах, как ни странно, проходит все больше не по уровню даже расовому, когда, скажем, черные голосуют за демократов, белые голосуют за республиканцев. Это уже как бы пройденный этап, потому что демографически страна очень сильно и достаточно быстро меняется. Но теперь водораздел в американской политике идет больше по уровню образования, потому что выясняется, что малообразованные могут быть и черные, и белые, и коричневые, и кто угодно. Так же, как и образованные могут быть кто угодно. И правда в Америке это раньше называлось средним классом, потому что для того, чтобы быть средним классом, не обязательно было иметь университетское образование. Можно было просто быть, ну я не знаю, членом профсоюза, работать на фабрике какой-нибудь, иметь приличный уровень жизни с лодкой, дачей, траком, новым траком каждые 2-3 года. Жизнь прекрасна. Что еще нужно человеку? Зачем голосовать за каких-нибудь головорезов от Трампа, когда все и так хорошо? Поэтому такого типа политика как бы проваливалась. Но когда началась успешная борьба республиканской партии за средним классом, начиная с Рональда Рейгана, который начал успешно разваливать профсоюзы в нашей стране, и чтобы люди не говорили про профсоюзы в Соединенных Штатах, это одна из очень важных институтов, который создает средний класс в стране. А это невероятно важно для политической стабильности. Поэтому уничтожение и успешная борьба республиканцев с профсоюзами, а также достаточно успешная борьба республиканцев с высшим образованием, приводит нас к тому, что люди, у которых есть высшее образование, и есть, соответственно, какая-то привычка критического мышления, задавать вопросы, оспаривать информацию, не просто принимать к сведению и говорить, да-да, телевизор, как интересно, хорошо, телевизор, так и будет, как и россияне, мне кажется, смотрят свой телевизор. Поэтому вот такие люди голосуют все больше и больше за демократов, а люди с меньшим образованием, партия пролетариата, рабочих и крестьян, это стала республиканская партия, потому что туда идут люди с меньшим заработком, меньшим образованием, и недаром у них только что на республиканском съезде выступил президент Большого профсоюза, люди были в шоке, как может профсоюз выступать в республиканской партии, а это часть теперь республиканской коалиции, не просто профсоюзы, а люди, которые состоят в этих профсоюзах, это, как правило, много белых, много малообразованных работяг, которые просто хотят работать, прилично зарабатывать, и никакая Украина, никакая внешняя политика их близко не интересует. И вот для таких людей есть республиканская сегодняшняя партия, мне кажется, что это партия меньшинства, мне кажется, что это партия региональная, она очень популярна на юге, но она мало популярна на севере, на западе, в определенных частях Соединенных Штатов республиканцев практически нет, а также как в определенных частях страны практически нет демократов у власти, и это создает заведомо большое трение между штатами, и поэтому я считаю, что в конце концов по населению, потому что самая большая коалиция в США – это против Трампа, поэтому по ряду причин люди придут и проголосуют против Трампа. То, что меня сейчас настораживает, это то, что Трамп даже готовится не к тому, чтобы выиграть выборы, а он очень серьезно готовится к тому, чтобы оспаривать результаты выборов. Это означает, что республиканская партия готовится, чтобы у них в каждом в сиреневом свинг штате, в котором, как Висконсин, может быть один результат, а может быть другой результат, будет по пять тысяч адвокатов, которые будут стоять, готовы оспаривать результаты выборов. Вот это, мне кажется, может быть большой угрозой и опасностью, такое ядерное оружие, что у нас есть пять тысяч адвокатов. Но посмотрим, потому что если это будет близко и Трамп проиграет, то тогда эти пять тысяч адвокатов будут задействованы. А если это будет не близко или Трамп выиграет, то тогда эти пять тысяч адвокатов даже не понадобятся. У меня вопрос, а это может быть не близко, по вашему мнению? Конечно, потому что мы достаточно далеко от выборов, что ситуация может развернуться в любую сторону, может произойти все что угодно. Путин может напасть на НАТО, можем увидеть непредсказуемые вещи. И в каком-то смысле, учитывая все те грузы, которые сейчас висят на Трампе, которые мы как-то уже даже забыли, потому что ситуация так быстро развивается, но его все равно признали преступником 34 раза, и есть много людей, которые за такого человека уже никогда не проголосуют. Поэтому посмотрим, есть ли у демократов, они разберутся, и будет Байден, и будет понимание, что никого кроме Байдена нет, и он, какой он и есть, но он приличный человек и очень успешный президент, при нем инфляцию, успешно боремся с инфляцией, количество пересечений границы сейчас на низком уровне, работы, рабочих мест очень много, почему к нам и рвутся мигранты, почему нам нужны иммигранты, потому что у нас есть рабочие места, а нам вместо этого доказывают, что это угроза нашей национальной безопасности. И вложение в то, чтобы работы возвращались из Китая в Соединенные Штаты, все это реформа инфраструктуры, нам нужно строить новые дороги и мосты в Соединенных Штатах, и Байден и это пробил, поэтому очень успешный президент. И я не уверен, насколько это в конце концов сработает, потому что люди, видимо, хотят, чтобы человек выгодил более успешно, но мне кажется, что в конце концов люди соберутся и сделают правильный выбор. Я просто как-то верю в здравый разум, в здравый смысл, и в то, что мне кажется, для американской демократии очень важно развивать кризис, потому что если нету кризиса, то люди не придут и не проголосуют, потому что зачем? А если у вас распродажи, это последний день, когда если вы не купите, то все закончится, то люди придут и проголосуют. И, конечно, это какой-то слегка, можно сказать, даже манипуляция чувствами людей, но угроза республиканской партии и всему мировому порядку очень реальна. Сейчас происходит их съезд у нас здесь в штате Висконсин, в Милуоках, потому что они понимают, насколько мы важный штат. И это серьезные ребята. Там съехалась масса полиции, которая хочет поучаствовать в том, чтобы помочь охранять все республиканские съезды. Они уже застрелили одного бездомного человека на улицах Милуоков, потому что им показалось, что он представлял угрозу. Так что вот такого типа ребята уже, значит, рвутся к власти и думают, что у них есть хорошие шаги. Одну секунду. Полиция же не подчиняется Трампу сейчас. Полиция, насколько я понимаю, подчиняется местным органам. Непонятно, кому она до конца подчиняется, потому что это была полиция вообще из другого штата, которая приехала к нам сюда, чтобы помочь обеспечить безопасность. Значит, соответственно, в федералы ее направили. Полиция же сама не по своей инициативе не ездит никуда. Нет, но они приехали, их поставили подсчет о командовании. Они находятся... Кто-то им сказал, стойте на этом углу и гарантируйте, что все будет в порядке. Но их там стоит в очень больших количествах. Этих полицейских не один, два, там по три, по пять. Тут, тут, тут их очень много. Я просто хожу, они... Опять же, мне кажется, что они сами представляют собой в каком-то количестве, сами представляют опасность и угрозу безопасности. Но это вот съезд республиканской партии тех, кто хотят там находиться. Это американский вариант силовиков. Да, но республиканская партия к этому мало имеет отношения, потому что полиция ей точно не подчиняется. Нет, но полицейские сторонники республиканской партии, если бы они не хотели туда ехать, они туда не ехали. Это их не просто вызвали. Они как бы... У них было желание поприсутствовать, приехать, помочь. Это их не вызвали. Это по долгу сердца они там оказались. Прислало их там, так сказать, разные департменты поехать помочь. Из 23 штатов приехали полицейские. Это тоже угроза, потому что когда у вас есть партия или люди, которые готовы устроить мятеж, и вы видите, что среди органов на правоохранение, правопорядка их много, кто их поддерживает, это тоже, говорит, это достаточно тревожный сигнал. Кстати, по поводу Верховного суда я хотел вас спросить. А Верховный суд это аргумент против Трампа или пользу Трампа? Потому что если Верховный суд, ну, скажем так, находится под влиянием Трампа, тогда получается, что это аргумент в пользу Трампа. То есть он может его использовать в критический момент. Я не уверен, что я вас до конца понял, но Верховный суд, это невероятная сейчас помощь Трампу. Ему дали невероятный иммунитет как президенту до такой степени, что сейчас Байден собирается предлагать поправку Конституции, что у президентов нет иммунитета, чтобы избавить нас от того ужаса, который нам сейчас создал Верховный суд, который, конечно, все это сделал для Трампа, но при этом Верховный суд как бы не говорит, что Трамп может делать все, что хочет, а говорит, что Верховный суд будет решать, в конце концов, что Трамп может, не может. Это, с одной стороны, они считают, что они Трампа держат на каком-то поводке, но это, мне кажется, большая ошибка с их стороны, потому что они, в принципе, дали Трампу разрешение их же уничтожить, а потом, я не знаю, другой Верховный суд будет решать, если это было по правилам или нет. Они абсолютно сняли с него любые правила, как с президента. И в этом смысле тот факт, что Джо Байден не уничтожил Трампа сам, говорит, насколько он уважает закон, как он его понимает. Это очень интересная такая ситуация, потому что по закону Байден вроде бы может Трампа уничтожить, но это как-то все равно... Байден выступает за изменение закона, который связывает его и ограничивает его собственную власть. Интересный момент. Я хочу немножко поиграть на вашем поле, вернее, как, дать вам лакомый кусочек. Вот эта штука, это проект 2025, хотя сам Трамп от этого проекта отмежевался, я сказал, что не-не-не, ребята, я тут ни при чем вообще, ни при чем. Но давайте посмотрим, о чем они говорят. И, ну, аргументы против. Аргументы против от Юрия Рашкина, потому что я подозреваю, что у вас очень много аргументов не соглашаться с каждым из пунктов. Знаете, да, в каком-то смысле просто глаза разбегаются, когда смотришь на всю эту информацию и понимаешь, что у них есть решение для всех тех проблем, которые они видят в нашем обществе. Это решение на 995, кажется, страниц, которые выступил, выпустил Heritage Foundation, фонд наследия, является мозговым центром республиканской партии. И надо сказать, что, во-первых, Трамп от этого отмежевался, потому что ему не нравится, что кто-то другой получает за это как бы лавры. Если бы сказали план 2025 Трампа, то он бы чувствовал себя как бы владельцем этого, про Трампа говорят, а тут какой-то Heritage Foundation. Нет, 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 тут главное Трамп. Но это его собственный нарциссизм и желание как бы отмазаться в каком-то смысле от непопулярной идеи. Идеи действительно там невероятно непопулярные, потому что можно найти любого человека и сказать, как это ему навредит, и как у него заберут права, и это просто список, как страна может стать диктатурой. Но Трамп еще не может до конца от этого отмежеваться, потому что его люди написали этот документ, его имя там упоминается. Да, возможно, у Трампа нет определенных идей, он просто туда придет, хочет прийти и навести порядок. Но как мы видим по Джей Ди Венсу, как вице-президенту кандидату от Республиканской партии, вот этого типа люди теперь будут, если будет вторая администрация Трампа. Это будут люди, которые будут приверженцы этого плана. Это будут люди, которых будут туда брать за их лояльность Трампу и за их желание выполнять его требования. Его требования могут быть от ограничения свободной прессы до ограничения прав людей, до депортации 10 миллионов мигрантов из страны. И как он это собирается делать? Это невероятно... Это процесс, который может очень легко и натуральным образом привести нас к гражданской войне. Поэтому тут просто вопрос, кем вы являетесь, что вас больше всего беспокоит. Тут можно найти, как проект 2025. Они хотят приватизировать погоду, службу погоды, чтобы люди не могли просто бесплатно получать информацию о погоде, а за это тоже нужно было платить. То есть это какой-то невероятный список ужасов, такой же хотелок, таких консервативных хотелок. И поскольку у них нет другой программы, то, естественно, мы это повесили якорь на шею, и теперь Трамп пытается от этого отказаться, и это является всем тем пакетом, который можно назвать просто фашизмом или диктатурой. У республиканцев иногда ощущение, что если после всего этого их назвать фашистами, то это их оскорбляет. Но хорошо, диктатура, это все равно забирание прав у людей, это передавание прокуратуры под контроль президента. Это просто означает, что неугодных людей в Соединенных Штатах надо будет подумать о том, чтобы покинуть Соединенные Штаты, а на что говорят... Знаете, что канадцы говорят? Они говорят, не в первый раз. Так что, если чего, вы, друзья, к нам заходите. Если что. И опять, как волк, что опять? Вот, значит, канадцы уже ждут. Поэтому этот проект 2025 – это большая угроза, и я рад, что это доносится до людей, потому что Трамп может стоять и рассказывать про какие-то бредовые истории о том, как если бы он был на лодке, его могла бы съесть акула, или он мог погибнуть от удара электричеством, от электрической батареи, чтобы он выбрал. А в это время он готовит, он был занят тем, что он готовил метеж 6 января, тем, что он за него поддерживает, его люди поддерживают и пишут, создают такие проекты, которые сделают из нашей страны такую страну, что тут ни акула, ни электрическая батарея нас не спасет. И проблема в этом просто в том, что это в конце приведет к войне, это приведет к разрухе, потому что вот это то, что делает диктатура, поэтому представить себе, что это все хорошо для нас закончится, и что мы каким-то образом получим какие-то плюсы от того, что к власти может прийти диктатор, мне кажется, это очень недальновидно, и история показывает, что так не работает. Ну, что вам сказать, история-то работает по-разному, но вот смотрите, вот если мы возьмем элементарную вещь, упразднение Министерства образования, чем занимается таким Министерство образования, что его нельзя упразднить? Министерство образования создает определенные стандарты, распределяет средства, помогает разным округам, потому что есть богатые штаты, бедные штаты, у детей должны быть в каком-то смысле равные возможности, чтобы они могли пройти по образованию, и, скажем, если они закончили школу в Алабаме, то их, я не знаю, в Калифорнии согласились принимать в университет, а можно сказать, вы знаете, у вас там в Алабаме такие школы, я даже не знаю, вам нужно еще какие-то дополнительные экзамены, наверное, сдавать, чтобы показать, что вы что-то знаете, или, например, заниматься, чтобы не было дискриминаций в школах, и следить за выполнением законов, потому что это часть баланса и проверок, и это важная часть сертификации в нашем обществе, это просто тот, один из тех институтов, который является, опять же, гарантией общественного образования, у нас идет большая атака на образование в нашей стране, в том смысле, что очень хотят, чтобы у людей было техническое образование, вот как людей в Советском Союзе образовывали, чтобы был инженер, но при этом не задавал вопросов. И вот это то, что это мечта американца, чтобы человек знал, как управлять машинкой, но при этом не задавал много вопросов. И Министерство образования – это не спасение всех проблем, не решение всех проблем, но это важная часть нашего функционирования как национального государства с общими стандартами, с общим выполнением законов, с общим финансированием. Опять же, это часть того, что держит людей и детей из бедности, потому что есть федеральные гранты, деньги федеральные, которые даются разным округам и штатам на дополнительные вещи, на иногда завтраки детям в школе, потому что школа является вот просто важной частью, составляющей, на которую дети, многие в Соединенных Штатах, полагаются, как на место, где они получат горячую пищу в течение дня, единственное место иногда. Поэтому тут намного больше, чем просто образование завязанное и сказать, вы знаете, а мне все это не нравится, это популизм, это просто популизм, простое решение сложной задачи. Вместо того, чтобы разбираться, почему это министерство не работает так хорошо, как нам хотелось бы, а давайте его просто упраздним. А что тогда будет? А какая разница? Потом разберемся. Это опасно, и в принципе люди это понимают, и это просто вот один из еще таких пунктов в этом проекте 2025, который для тех, кого интересует образование, не обязательно для учителей. Учителя, как правило, и так знают и голосуют за демократов, потому что учителя понимают, что у них могут, они могут потерять финансирование, потому что республиканцы очень любят сражаться с учителями, говорить, вы знаете, эти люди, они все лето отдыхают, как так можно? На наши деньги, на налогоплательщиков, а потом у них вообще пенсии, это какой-то кошмар. Да, и так повезло. Так что борьба с образованием это часть основ, скреп республиканской партии, и как это будет выглядеть? Да, и если будет вторая администрация Трампа, то представить, то это будет часть того перехода в авторитарные государства, которые, конечно, совпадают с интересами и Трампа, и Heritage Foundation, в принципе, всего этого. Сказать, что Трамп будет на 100% следовать этому или сказать, что это на 100% произойдет? Нет, конечно, но это направление, это то, что они хотят сделать. Это не, знаете, как Байден, который пытается, он еще сейчас на миллиард долларов простил людям заемы за долги на образование, или он хочет сделать, чтобы был лимит, чтобы люди не платили слишком много за аренду помещения, потому что у нас стоимость жилья сейчас идет вверх, и Байден пытается по этому поводу что-то делать. Нет, это какие-то делать, это сотворить что-то, а здесь просто разрушить, установить христианское государство, опять же, если вы не христианин, именно той конфессии, которая полагается, а это и православная, даже не та конфессия, поэтому это очень опасное христианно-националистическое государство, которое, опять же, людям, которые жили на территории Большего Советского Союза, мы должны достаточно хорошо понимать, когда я это показываю, вот обсуждал проект 20-25 у себя в эфире, люди, один из самых популярных комментариев, говорят, что они из Америки хотят Россию сделать. Ну, видимо, да. Ну, скажем так, давайте закончим про министерство образования, но если образование настолько хорошо и настолько необходимо, то тогда как раз таким следовало бы напротив, следовало бы напротив ни в коем случае не упоминать его в негативном контексте, так? То есть они же себя этим подставляют под удар. Ну, много чего, чем они подставляют себя под удар, но они подставляют себя под удар от людей, которые их не так не поддерживают. Они пытаются доказать работягам, которых нет достаточного количества образования, что им так даже лучше без образования, их детям будет еще лучше без образования. Поэтому это идея, которая, с одной стороны, продается людям, которых можно обмануть, с другой стороны, эта идея, как вы видите, с Трамп заявляет, что это не его идея, поэтому они пытаются отмазаться. Также все планы по поводу, знаете, как секретный план по поводу решения войны в Украине. А почему это секрет? А потому что людям не понравится то, что он предлагает. Поэтому этот план 2025, когда он всплыл, поэтому тоже хочется от него отмазаться, так же, как Трамп хочет пытаться отмазаться от его поддержки судей, которые в Верховном суде забрали у женщин прав на аборты, потому что они там оказались, потому что Трамп их туда предложил, потом Сенат их утвердил. Эти люди забрали у женщин право на аборт. После этого Трамп говорит, но я не говорю, что я хочу, чтобы был национальный запрет на аборт, и я говорю, что каждый штат должен сам решать это дело, но я очень горжусь. То есть он хочет на двух стульях усидеть всегда, не показывать своей плохой политике, а проскочить каким-то на своих улыбках, на своих странных историях, и надеяться на то, что его люди все равно придут и проголосуют. Опять же, сейчас то, что происходит на съезде, когда эти люди, они считают, что они идут к победе, и они не хотят отпугнуть избирателя. Поэтому они показывают себя более милыми, более спокойными, более улыбающимися, но при этом за этим идет, просто, знаете, все не так плохо, все намного хуже. Все таки немного хуже. Хорошо. Окей. Мы уже с вами проговорили примерно полчаса, так что самое время перейти к внешней политике Трампа. Ну и, конечно, что нас всех здесь, соседей России, больше всех интересует, это его позиция по Украине, и тут тоже есть определенный текст, опять-таки, не Трампа, а его советников, с которыми он сказал, что он частично согласен, частично не согласен, где он не согласен, непонятно. Но вот он попунктно. Украина должна будет вступить в переговоры, чтобы не лишиться военной поддержки Вашингтона. США предупредят Россию, что отказ от переговоров приведет к усилению американской помощи и поддержки. На переговорах планируется достичь прекращения огня на основе текущей линии фронта. Украина не будет официально уступать территорию при России. Украина пока не вступит в НАТО, но может получить статус внеблокового союзника и дополнительные гарантии безопасности Украины, включая поставки вооружений. Где тут засада и с чем бы категорически не согласна? Я думаю, я думаю, что не нужно быть большим геополитиком, чтобы понимать, что любой мир с Россией это фальшивый мир. Поэтому любые договоренности, которые сейчас могут возникнуть, это на пользу Путину, которому нужно неплохо бы сейчас перезарядиться, возможность избавиться от санкций, насколько это возможно, начать восстанавливать свою экономику, перезаряжать свои силы, чтобы потом дальше продолжать нападать на своих соседей по периметру. Я думаю, что это вроде бы понятно любому человеку, поэтому говорить здесь о том, что Трамп предлагает какой-то мир для Украины, любой мир, который не гарантирует то, что Россия будет остановлена в случае следующей агрессии или будет не считать, что в ее смысле, в ее целях будущая агрессия, это фальшивый мир. И знать, что когда Трамп уже на полгода затормозил помощь Украине, теперь он говорит, мы остановим эту помощь опять, но если Россия, тогда мы возобновим эту помощь, я думаю, что раз помощи остановится, возобновления ее уже не будет. И знаете, я сейчас был на встрече с журналистами, которые пишут о компании Трампа и о компании Байдена, и это как часть республиканского съезда, и я задал им вопрос по поводу внешней политики и Трампа, какие могут быть варианты, и что я говорю, что как раз в регионе, в Украине люди недовольны Байденом, потому что считают, что он мог бы сделать больше, но вот не сделал это достаточно рано, и вот люди им недовольны. Журналист просто рассмеялся мне в лицо, сказал, что если людям не нравится то, что делает Байден, то им очень не понравится то, что будет делать Трамп. Поэтому ситуация достаточно, мне кажется, однозначная. лучше, чем при Байдене не будет, и Байден возможно скоро кончается. Поэтому любые демократы, которые будут после Байдена будут поддерживать Украину в принципе с одной стороны на том же уровне, что Байден, но без такого пыла и яркости, как это делает Байден. Большего количества помощи не ожидается вообще, в смысле, чтобы повысить это количество помощи. А если будет Трамп, то будет просто приостановление помощи, и если Украина не договорится с Путиным, то это проблема Украины. И все. И мне кажется, здесь все очень однозначно, и когда я поговорил с журналистами по поводу внешней политики Трампа, журналистки, которые пишут про кампанию Трампа, то там такой изоляционизм, что говорить про то, что, извините, а вот Украина, они Украину уже давно проехали. Они уже говорят о том, чтобы брать деньги с Тайваня за то, чтобы защищать Тайвань от Китая. Это такой изоляционистский ужас, который будет, нависнет над страной, если к власти придет Трамп. Что говорить о каких-либо вариантах того, что это может быть лучше для кого-либо, кроме Путина и Трампа, это в каком-то смысле ставит себя в невыгодную ситуацию, потому что важно хотя бы понимать, что происходит, к чему это все идет. И тогда есть у людей возможность принимать правильные решения. И мне кажется, что с таким пониманием, что если не демократ, что если не Байден, то это будет намного-намного хуже, а остальное просто детали. Возможно, фальшивый мир это то, что в интересах украинцев, но я что-то этого не заметил. Я абсолютно не вижу желания у украинцев после всего того, что произошло, отдавать Крым, отдавать Донбасс, отдавать все эти территории и отказываться от вступления в НАТО. А что тогда было последние два с половиной года? Поэтому мне кажется, что это ситуация, которая, с одной стороны, можно сказать, звучит красиво, но реально она неприемлема ни для кого. И в этой ситуации просто надо понимать, что это слова, которые на самом деле звучат красиво, но для Украины это не работает, для безопасности Европы это не работает. Это фальшивый мир, как это описывает Энтони Блинкен. И если украинцы хотят на это согласиться, то, конечно, это их дело. Соединенные Штаты поддержат решение Украины и не будут принимать это решение за Украину при Байдене. Но вот так я вижу эту ситуацию. Ну, я скажу так, что не знаю, как насчет украинцев, каких-то украинцев, может быть, каким-то украинцам это выгодно, но я с вами согласен в той части абсолютно, что Украине это абсолютно невыгодно. Невыгодно в том смысле, что слишком библик риск. С другой стороны, смотрите, вы сами сказали, что демократы не обещают увеличения помощи, а Трамп получается, что он обещает в случае, если Россия не пойдет на его условия. Нет, я этого никак не вижу. Ну, в программе именно так и записано, что если Россия... Тот факт, что он остановил помощь на 6 месяцев, это чуть не стоило Украине вообще всей войны. А сейчас, конечно, он остановит всю помощь, но потом, может быть, ее начнет и даже увеличит. к этому моменту непонятно, кто вообще будет существовать и говорить, и обсуждать эти... Когда... Если будет Трамп, то даже нападение на НАТО со стороны России не приведет к той автоматической реакции на пункт 5. Не надо себя обманывать, что при президенте Трампе будет выполнение каких-то обязательств или законов. Не будет. Не будет никакого закона, потому что нет никакого суда на Трампа. Нет никакого... Если на человека нет последствий, то мы видим, мы знаем, что такое Путин и что такое происходит в России. Произошло в России, когда для людей с властью не было последствий. А тут при Трампе будет полная вот такая вакханалия начнется и говорить, что это каким-то образом поможет Украине или... Нет, это просто... Трамп будет использовать всех нас, чтобы решать свои проблемы, которые называются как он может быстро слиться в объятиях с Владимиром Путиным. Поэтому, когда люди говорят, что нет никакой разницы между Байденом и Трампом или демократом и республиканцем, потому что Америка все равно будет Америкой, мне кажется, это невероятная близорукость. Потому что это очень большая разница между Трампом и всеми остальными кандидатами на данный момент. И то, что Америка может перестать быть той страной, которую мы все думали, мы сюда, значит, приехали и здесь живем, при Трампе, это просто реальность, которую нужно понимать, признать. И поэтому так важно прийти, проголосовать и мирным образом, избирательным путем победить Трампизм на выборах в этот раз и продолжать побеждать на следующих выборах. То есть трампизм вы считаете постоянное явление уже в жизни Я думаю, что это интересный вопрос, насколько трампизм постоянное явление, потому что, по крайней мере, раньше считалось, что это проигрышное явление, потому что быть таким наглым популистом означает, что вы выиграете выборы в своей партии, но потом проиграете на общих выборах. Но Трамп в 2016 году доказал, что Акадзо можно выиграть на общих выборах. После этого, правда, не работает опять. Но вот у него тогда сработало. И сейчас республиканская партия стала в образе Трампа. Там других, в общем-то, нет. Остальных выкинули. Ники Хейли уже поцеловала кольцо, сказала, что она полностью за Трампа. И в этом смысле у трампизма никаких угроз на сегодняшний день нет вообще. И единственное, что может излечить политическую партию от какого-то сдвига, это постоянный проигрыш на выборах. Потому что это дает так же, как проигрыш в войне, дает стране возможность пересмотреть свою политику. Так же проигрыш на выборах по идее даст республиканцам возможность одуматься. Но они столько раз проигрывали, они столько раз не одумываются, что представят себе, что они каким-то образом скажут, вы знаете, трампизм это была проигрышная теория, мы на этом только проигрываем, надо брать что-то другое. Посмотрим, может быть, когда-то будет другой лидер, который вытянет их из-за этого, но пока что они просто маршируют прямо дальше в это авторитарное болото. Вы считаете Трампа другом Владимира Путина? Как бы сказать, я бы сказал даже как-то обожателем. Я чувствую, что Трамп просто обожает и боготворит Владимира Путина и хотел бы, когда он вырастет, быть Владимиром Путиным. А остальные детали, почему, если это связано со всеми деньгами, которые ФСБ потратило и перевело на Запад через трамповские кондоминиумы? Или это связано с тем, что Владимир Путин большой диктатор и Трамп тоже хочет, чтобы все ему вылизывали задницу? Какая тут точно причина? Непонятно, но то, что он боготворит Путина, и это было видно в Хельсинке в 2018 году, я не хочу опять никогда такого больше видеть. Как когда ему говорят, когда Трамп говорит, с одной стороны есть все разведывательные агентства США, с другой стороны есть слово Владимира Путина по поводу того, что Путин якобы не вмешивался в наши американские выборы, и Трамп согласен с версией Путина. Хорош американский президент. Опять же, люди, которые считают, что каким-то образом это может нам помочь выстоять в нашей борьбе с путинизмом, друзья, это просто будет нам мощный удар в спину, если Трамп оказывает эту власть. Это просто мы оказываемся, как я не знаю, больше во Второй мировой войне. Это очень опасные ситуации, и делать вид, что каким-то образом Трамп будет недоволен Путиным, посмотрите на методички, которые сейчас идут от кремлевской пропаганды и от республиканской пропаганды, это одно и то же. Мне кажется, это является очень убедительным доказательством, что они сейчас, эти обе стороны работают в одной и той же цели. И поэтому мы, как люди, которые говорим по-русски, должны отвергнуть этот трампизм первыми. Но поскольку у многих из нас не было того гуманитарного образования, которое развело у нас способность задавать вопросы, и многие из нас являются еще к тому же расистами, не понимая, что республиканцы сейчас будут иметь все больше и больше черных избирателей, потому что Трамп наш, правильно? Как бы Трамп там насильник, криминалитет, черные идут за ним, ну как в тех видео, он же выжил, значит, теперь он самый крутой. В общем, я бы посоветовал всем тем, кто живет в Соединенных Штатах, задуматься, потому что у нас идет сейчас большой серьезный реалайнмент наших политических партий, и вы не хотите оказаться, знаете, как люди, которые оказались вот районы изменились, они оказались, так сказать, окружены не тем, кем они думали, когда они переехали в этот район. Это сейчас то, что происходит в Соединенных Штатах, я рекомендую всем посмотреть вокруг. Слушайте, ну вот, да, а, подождите, перед, чем перейти к этому вопросу, я хочу задать другой. Ну хорошо, по Украине там очень большие риски, но по Ближнему Востоку вроде бы рисков нет, напротив, у Трампа весьма и весьма последовательная поддержка, политика поддержки Израиля. Ну, в зависимости от того, что вы считаете в лучших интересах Израиля. Я считаю, что мне кажется, что для Израиля лучшая политика это существовать. А мне кажется, что политика Биби Натаньяху и Трампа вместе с ним приведет к уничтожению государства Израиля. Меня это не устраивает. Я очень против этого. Я сильный-сильный сионист. Ну, как президент Байден, который тоже сказал, я сильный, я сионист. Это означает, что я нахожусь теперь в оппозиции с большим количеством леволиберальных избирателей, которые считают, что Израиль это ужасное зло, империя и так далее по списку. Это отдельный разговор. Но то, что Трамп никоим образом не поможет стабильности государства Израиля, потому что Трамп это хаос, а Биби Натаньяху это ужасная политика, которая, когда идет война, которую он не останавливает, потому что это приведет к ужасным последствиям для него лично. И это видно во всем за пределами русского мира, который как-то говорит, ну как же, Израиль сильный, показал силу после катастрофы 7 октября, то все так однозначно, а мир на это смотрит по-другому. И мир продолжает смотреть на то, что происходит в Израиле, и для мира 7 октября было, я не знаю, 5 минут в том, что происходит вот все время. И это кошмар, это ужасно, и если бы не было той, ну вот, той войны, которая сейчас разворачивается с Хамасом, которая не может закончиться успешно для Израиля, и которая продолжается, если бы этого не было, эти люди могли бы действительно сфокусировать внимание на том ужасе, который произошел 7 октября, то я думаю, что мир бы по-другому сейчас смотрел на Израиль, но после того, как произошло одно библейское зло, и в ответ на него происходит другое библейское зло, то это не политика, которая, с моей точки зрения, помогает государству Израиль в будущем, когда нужны союзники, когда нужно строить коалиции в регионе, а вместо этого администрация Натаньяху только их разрушает и, ну, просто, мне кажется, уничтожает будущее, это кошмарно, поэтому сказать, что каким-то образом Трамп может помочь Израилю, ну, смотря, что вы считаете хорошим ли Израилем, и я думаю, что непонятно даже, насколько Натаньяху и Трамп будут ладить, потому что у них все-таки свои разные интересы, Трамп уже критиковал Натаньяху не раз, Натаньяху сейчас пытается наладить отношения с Трампом опять, но и Трамп сказал, что Израиль проиграл как минимум пиар в войну, то есть там у них свои дела, но диктаторы всегда разбираются, и несмотря на то, что Биби не диктаторы, но он ведет себя как силовик, и я думаю, что он с Трампом найдет общий язык, уже они дошли до этого в прошлом, так что, как вам сказать, не будет войны, наверное, между Соединенными Штатами и Израилем, но я просто не вижу, каким образом политика президента Трампа поможет государству Израиль в успешном будущем, наоборот, а то только тревожит меня. Окей, и, пожалуй, ключевой вопрос, вот мы с вами поговорили о двух внешнеполитических кейсах, понятно, почему, и, кстати, это объясняют и демократы, и республиканцы, понятно, почему, ну, на эмоциональном уровне очень серьезно относятся к Израилю, понятно, почему, опять-таки, на эмоциональном уровне относятся к Украине, с Тайванем не менее понятно, но, наверное, есть люди, у которых соответствующие эмоции по отношению к Тайваню есть, но есть люди, у которых есть идеалы и так далее, и тому подобное. Ну, вот, средний американец, американский гражданин, он может же задаться вопросом, ну, ребята, все это хорошо, Украина, Тайвань, Израиль, да, но я американец, мне нужно, чтобы ресурсы, ну, как вот у Джиди в программе, мне нужно, чтобы ресурсы моей страны использовались для развития моей страны, мне нужно, чтобы у меня был дешевый бензин, потому что цены на нефть нужно уронить, мне нужно, чтобы мне давали больше возможностей и меньше меня брали налогов и так далее и тому подобное, почему мы тратим миллиарды долларов непонятно куда, чтобы вы ответили этому среднему американцу, который вообще-то в своем праве задавает такие вопросы. Люди, которые согласны получить диктатора, если этот диктатор будет со скидкой на цену на яйца, вскоре потеряют и яйца тоже, потому что вот этот акцент на меркантильность, на жлобство, на скупость избирателя в каком-то смысле оскорбляет меня как избирателя, потому что когда мне говорят, вы знаете, возможно, он диктатор, но цены на бензин будут ниже, они что думают для меня это важно, это оскорбляет меня, но с точки зрения среднего избирателя, который не глядит новостями, действительно, цены являются ключевой частью жизни, поэтому, естественно, с политиков будут спрашивать за цены на то, на сё, пятое, десятое, и тут надежда для Байдена и для демократа в том, что жизнь действительно настолько улучшилась, что люди не будут достаточно обозлены, и если бы не было Fox News, который промывает мозги республиканцам ежечасно, то у Байдена вообще было бы намного меньше проблем, потому что ситуация на самом деле хорошая, и преступность падает, и рабочих мест много, и инфляция под контролем, и пересечение через границу меньше, всё это движется, но когда есть всё время новости, которые будут рассказывать, что всё так плохо, то, значит, у людей ощущение, что преступность растёт, а она падает, и вот эта проблема, говорят, что Байден неэффективный человек для того, чтобы собственный посыл, у него как бы всё так хорошо, но он не может до американцев это донести, и это проблема, и для этого есть Джей Ди Вэнс, который будет рассказывать, что вот, знаете, мы забытые люди, у нас забрали наши заводы, которые нам не принадлежали, и какие-то странные люди, они, сейчас республиканцы стали тыкать пальцы в «they», они, они взяли наши заводы, значит, увезли их в Китай, и теперь мы должны с этими элитами бороться, и, значит, давайте Трампу это решение всех наших проблем, ура, Трамп. А тот факт, что заводы уехали из-за того, что у власти были республиканцы, которые считали, что это правильная политика, потому что с меркантильной точки зрения намного дешевле все производить в Китае, и таким образом меркантильные работяги на этом проиграли. Если бы пошли получили образование, как сделали, впрочем, их дети, то у них было бы больше вариантов на будущее. Но вот все эти процессы упрощаются к тому, чтобы сказать, они виноваты, кто у нас тут козел отпущения? Байден, давайте на него повесим всех собак, и тогда его, значит, утопим, и это нам каким-то образом поможет. Так что здесь вопрос еще в информации, дезинформации, насколько до людей доходит то, что происходит реально. И я думаю, что когда дело дойдет до выборов, тогда люди, средний американец, конечно, подумает о ценах на яйца и на бензин. Но как мы видим, по всем результатам выборов после 2016 года, когда республиканцы показывают себя на выборах всегда хуже, чем ожидается, в конце концов, люди понимают, что цены на яйца это не самое главное в жизни. Что если у вас человек есть, который может устроить мятеж 6 января, то какие, блин, яйца. Поэтому вот этот момент нужно проработать, но этого понимания у людей почему-то не возникает прямо до перед выборами. А до тех пор они говорят, ну действительно, ну яйца, ну цена на бензин, ну все подорожало, ну срочно хочу что-то по этому поводу каким-то образом решить. Ну вот, опять же, мне кажется, что есть популисты политики и есть популисты избиратели, которые не хотят сложных решений. Они хотят простые решения, они требуют их от политиков, которые им их дают. Поэтому вот так и живем. Но я думаю, что американцы видят в конце концов и оценят то, что жизнь при Джо Байдене намного лучше, чем при Трампе. У нас была пандемия, у нас была невероятная потеря рабочих мест, люди сидели по домам, четыре года назад. А сейчас жизнь в Америке вышла лучше других стран при Байдене из рецессии, которая была после ковида. Так что просто надо донести эту информацию до американцев. И я считаю, что это будут делать волонтеры. Просто для того, чтобы эта идея лучше донести, как раз важно, чтобы был лидер, который вдохновлял людей. И на данный момент мне трудно увидеть, как Джо Байден может вдохновить людей таким образом. Если развернуть другую избирательную, не избирательную, а пиар-компанию про Джо Байдена, когда вместо того, чтобы говорить, какой он старый и слабый, говорить, как он многого всего достиг, невероятные достижения его администрации. Спасибо Джо Байдену. Давайте сделаем ему, как бы поблагодарим его от всех нас и переизберем его еще на второй срок. Но это другой подход к пиару, и это не тот, который сейчас используют демократы, которые решили, что пора бросить Джо под поезд и посмотреть, если у кого-то другого будет хороший шанс победить Трампа, хотя реально хороший шанс победить Трампа есть у любого, включая консервную банку. В том числе Кэмилл и Харрис. Но все-таки вопрос остался, а вопрос в том, зачем американцам, зачем США тратят деньги на функцию мирового полицейского, когда можно подводить с большей эффективностью внутри страны. Это тоже вопрос среди американцев. Хорошо, поскольку у нас осталось только несколько минут, давайте действительно закончим тогда на этом вопросе. Во-первых, американцы не особенно заинтересованы в идее глобального полицейского. Это почему-то нравится людям, которые находятся не в Америке или людям, которых у них сейчас нет своей партии. Вот эти Ники Хелли республиканцы, которым нравится быть мировым полицейским, их сейчас выпихнули от республиканцев, а демократам они, в общем-то, не нужны. В лучшем случае демократы интересуются в том, чтобы быть мировым лидером. А лидер это не совсем полицейский. А с точки зрения американцев, вообще внешняя политика это прерогатива президента. Чем он там хочет, чем он там занимается, это его проблемы, мы его за это не выбираем, не перевыбираем. Поэтому просто, к сожалению, для всех людей, которые находятся за пределами Соединенных Штатов, надо понять, признать, что только внутренние темы сыграют ключевую роль на выборах, потому что так всегда происходит. И если тут что-то, мы смотрим на что-либо за пределами нашей страны, то это, видимо, означает, что там то ли ядерная война, то ли наша уже армия там каким-то образом присутствует, а просто так обсуждать, кого нам поддерживать, не поддерживать. Ну, мы поддержали Байдена, потому что он остановил Трампа, но Байдену хочется поддерживать Украину. Ну, окей, поддерживать Украину это прекрасно. А потом придет Трамп и скажет, а нам теперь в другую сторону. Ну, хорошо, значит, теперь не поддерживаем Украину, посмотрим, что получится дальше. Это такой очень спокойный, уравновешенный взгляд людей, на которых не бросают бомбы. И, с одной стороны, хочется надеяться, что этого никогда не произойдет, а с другой стороны, хочется надеяться, что мы образуемся и протрезвеем без какого-нибудь Пёрл-Харбора, без какого-нибудь ужасного ужаса. Но будем надеяться, что просто страх Дональда Трампа будет достаточен для того, чтобы избежать реальности Дональда Трампа. У меня осталась еще масса вопросов, поэтому я с вас возьму обещание уйти, но вернуться обязательно. Всегда рад. Огромное вам спасибо за очень-очень интересную беседу и огромное спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok